Покажу мой гигантский процесс, расскажу как я отрабатываю на миниатюрах манипуляции и еще отдельно покажу почему переходник выглядит вот таким образом Всем привет, меня зовут Анастасия и добро пожаловать на YouTube канал Рукотворная Ру который посвящен самым коротким и полезным мастер-классам по вязанию крючком и спицами и здесь также еще много информации на околовязальные темы Приглашаю вас подписаться на канал, новые видеоролики я добавляю два раза в неделю это вторник и пятница и каждые две недели у меня проходят рукодельные стримы Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить обновления А сегодня выходной день, поэтому хорошее освещение и я могу рассказать много о процессах и расскажу подробности о том, что я за последнее время сделала Это будет такое влоговое видео и смотрите далее подробности Я все еще вяжу нечто серое, то есть у меня был образец связанный платочным узором но в итоге я все-таки решила комбинировать узор с вытянутыми петлями Я пока не говорю, что это, это такой мой, ну можно сказать, полутайный процесс потому что я говорю, что эта пряжа такая довольно специфическая у меня история То есть я из этой пряжи уже вяжу третью вещь и даже не могу точно сказать, что это будет потому что могут быть какие-то изменения Это уже вот такое гигантское полотно и более того, это вторая часть изделия, поэтому полотно еще больше Вязать его очень просто и все почему, потому что здесь комбинация просто платочного узора Каждые 10 рядов идут такие вытянутые петли и все Ну я вообще являюсь сторонницей таких простых лаконичных узоров, поэтому мне такой процесс очень нравится И вот об этом я часто говорю, когда рассказываю о том, что мы планируем и что в итоге получается Да, потому что образец у меня выглядел совершенно иным образом В итоге я выбрала плотность вот по этому участку, то есть это как раз спицы 4 мм Но в итоге мне нужно было добавить по высоте какие-то промежутки в полотне, чтобы точно хватило пряжи Поэтому я выбрала немного иной узор И поэтому у меня бывает такое, что я с самого начала не могу сказать, что именно я вяжу И я думаю, что это нормально Все-таки каждый человек может со временем передумать, можно что-то распустить, что-то подправить Потому что все-таки мы не роботы, а мы вяжем для своего собственного счастья и радости Еще хотела отдельно показать вот такую миниатюру, то есть это джемпер, на основе которого я сделала уже видео Одна из подписчиц меня очень сильно просила показать, как заканчивать работу при вязании самого тела джемпера И я вязала, например, такой миниатюры То есть сам джемпер-то у меня есть, я его ношу При съемках самых первых видео я показывала как раз пример на основе рукавов, как диагональное вязание можно перевести в прямое полотно Но здесь было более наглядно И я уже довязала вот этот вот такой джемпер-ок Теперь думаю, какой кукле его подарить И, кстати, вообще это очень хорошая тема Я часто отрабатываю какие-то манипуляции, которые мне кажутся сложными на миниатюрах То есть это или какая-то кукольная вещь Ничего в этом особенного нет, я считаю Вы можете подарить эту одежку потом кому-то из младших родственников в семье, например Или вы можете связать что-то на ребенка, на младенца, например Какой-то прием отработать именно на маленькой вещи Я так делаю довольно часто и могу рекомендовать такой способ И еще я обещала рассказать, почему вот этот переходник выглядит таким образом И что это вообще такое Я каждые две недели провожу стримы И именно этот переходник мне нужен для того, чтобы улучшить качество звука в видео на стримах То есть этим переходником я подключаю микрофон для съемок стрима И получается он такой разветвленный По сути дела красный переходник это как раз выход на микрофон А вот этот вот черный, который пришлось убрать Эта штука отвечает за наушники Этот переходник подключается к телефону И дальше идут выходы на микрофон и наушники То есть если вам нужно разговаривать по телефону с помощью микрофона и наушников То вы так и сделаете А на стримах мне это очень сильно мешало Потому что я все время путала вот эти два разъема Я не могла запомнить, что именно красному нужно подключать микрофон на стриме И поэтому пару раз у меня был реально не очень хороший звук Потому что я подключала не к тому разъему, а вот к этому, который на наушники идет Он, конечно, тоже помогал как-то со звуком улучшить ситуацию Но пришлось мне поступить таким радикальным образом Когда я в очередной раз перепутала эти разъемы Мне муж вот так вот обмотал намертво вот этот разъем Потому что иначе я бы все равно так и путала все эти выходы, входы Потому что для меня это, конечно, темный лес Я думаю, любые девушки или дамы меня поддержат Потому что, ну, все это очень сложно для меня, например Потому что я гуманитарий на 100% А стримы я провожу все-таки не каждый день То есть это один раз в две недели Поэтому вот бывали у меня такие фейлы Когда мне приходилось перепутать вот эти разъемы А это не очень хорошо И теперь уже я думаю, что каждый стрим у меня будет с прекрасным звуком Потому что, наконец-то, я уже окончательно в этом всем разобралась И сюда я уже не смогу ничего подключить Я думаю, что не одна я такая Это чисто, мне кажется, такая женская особенность Перепутать все разъемы, которые только можно Это одна из самых забавных ситуаций на стриме То есть сколько у меня их было Более 20 стримов я уже провела То есть это прямой эфир Когда, по сути дела, ты находишься стационарно перед камерой И, ну, по крайней мере, я во время стрима никуда не ухожу То есть я напрямую общаюсь со зрителями И поэтому мне очень важно, чтобы я точно знала, что у меня будет происходить И теперь уже, когда я окончательно разобралась со всеми техническими моментами Я думаю, что мне будет гораздо проще Но, с другой стороны, забавных моментов теперь точно станет меньше Потому что звук у меня теперь будет всегда прекрасный У меня тем временем закончился стрим И я что-то сегодня, знаете, так много разговаривала, что даже у меня такое чувство, что я немного как-то голос осип Вот, сейчас у меня здесь и, по-моему, ничего не видно почему-то В общем, здесь на телефоне обрабатывается видео Даже не знаю, как лучше это сделать Ну, в общем, или будет что-то видно Вот, видео обрабатывается, то есть скоро оно будет опубликовано Это видео со стримом Чуть-чуть я приоткрыла завесу тайны То есть я показала вот эту посылку, это из Китая Там спицы, подсказка Еще не выдержала и показала, конечно, вот эту салфетку Которую я более подробно покажу, наверное, во влоге У меня здесь были слайды То есть тема сегодня была о том Можно же вязать по отработанным расчетам, например Если вы вяжете на продажу Такие слайды Когда готовая вещь То покупатель может ее примерить и оценить Как она ему подходит или нет Вот это самые главные плюсы вязания на продажу Еще не нужно долго согласовывать модель Вести переговоры с заказчиками Потому что вещь у вас уже готовая, она есть При вязании готовых вещей на продажу У вас нет сроков, кроме тех, которые вы сами установили И еще вы просто вяжете то, что нравится вам Мне кажется, это главный плюс И очень многим как раз это и нравится Вязать и продавать готовые вещи Потому что вам не нужно наступать на свою собственную Там какую-то гордость И на свое собственное чувство вкуса А вы вяжете то, что нравится вам И продаете это Слайды у меня закончились Вода была на стриме Я ее пила, но все равно немного голос, мне кажется, охрип Ну и я вот всегда же вам показываю тоже Да, как я готовлюсь к стримам А это вот, кстати, прототип вот этой салфетки Которую я связала Нужно будет ее поподробнее показать Так что да, это такое прямое включение Погода, что ли, вам сегодня показать Погода вообще отличная Наконец-то Ну а я только что провела стрим И все-таки хочу поподробнее показать Салфетку, например У меня случилось такое, я не знаю Озарение или прозрение Я еще не делала тепловую обработку То есть я ее не утюжила, салфетку Ну, представляете себе Я просто взяла крючок и связала салфетку Причем я этого, я говорю, не делала со школьных времен Сегодня на стриме не удержался Показала ее Не знаю, мне очень понравился сам результат То есть это вот вещь, которую вы взяли И связали буквально за пару часов Схема очень простая Наверное, я, кстати, схему оставлю С чего все началось-то? У меня как-то был прямой эфир на ютюбе Который был посвящен вязаным вещам в интерьере Я показывала такую салфетку Еще говорила, что вот Наконец-то мне понравилась какая-то вязаная салфетка И что вы думаете? У меня было такое вдохновение Что я нашла ее в интернете Нашла схему в хорошем разрешении И взяла ее и связала Это прям какое-то озарение было Я говорю, я... И она мне очень понравилась Причем я хотела вязать именно не белого цвета А какого-то другого альтернативного У меня как раз черный хлопок оставался Крючок здесь, по-моему, был 3,5 И мне так все понравилось Не знаю, конечно, куда я ее пристрою Возможно, это будет какой-то декоративный элемент Но все равно я очень рада, что бывает такое Что думаешь, я никогда не буду вязать Никогда не буду вязать салфетки Думала я еще пару лет назад То есть мне казалось, ну это какой-то устаревший вообще вид Изделия И какой смысл вязать салфетки? Для чего? А тут мне что-то захотелось ее связать И причем это еще было мое такое второе но Которое я никогда не буду вязать Это еще было о том, что я никогда не буду вязать с черной пряжей Вот у меня было такое убеждение Я вообще очень не люблю вязать с темного Напишите мне, кстати, кто как относится к черной пряже Был у меня один опыт вязания кардигана черного И я с тех пор зареклась просто Потому что это невозможно Вообще ничего не видно Никакой узор на нем не посмотришь Но в случае с салфеткой, да Как-то это прям, знаете, удивительно Но мне очень понравилось вязать И еще я хотела рассказать тоже о покупке На стриме я анонсировала вот такую посылку Конечно, посылка из Китая Откуда же еще? И причем я, конечно, вскрыла ее Потому что я не могла дождаться ее Больше месяца шла посылка Наконец-то пришла И что же здесь? Здесь такой пакет И что же в нем? Я специально вообще не доставала Просто ждала выходных, чтобы показать это в видео Это спицы И причем спицы вот такие Отгадайте, чем они отличаются от всех остальных, которые у меня есть Это спицы неразъемные И именно для вязания шапок Получается, что здесь вообще все размеры От 4 до 5 Я так понимаю, миллиметров Я ничего не выверяла Не открывала вообще ни один набор еще И не пробовала вязать Что интересно, что такие добрые и веселые китайцы Положили даже в каждую упаковку со спицами Положили по иголке Какие молодцы Как стараются Сделать все, чтобы покупателям понравилось У меня никогда не было опыта вязания Именно короткими спицами Круговыми И мне очень интересно, как у меня все получится Я прям сейчас Так как, наверное, мы сейчас с вами завершим Вот эту съемку такого Прямого включения во влог Прям сейчас я же их возьму И попробую что-то связать Потому что, знаете Кстати, я могу вытащить, наверное, уже какой-нибудь из них Я покажу вам, наверное, на примере как раз вот этих спиц Почему я очень долго в этом сомневалась Пока пошуршу Немного выключу звук Итак, вот В чем мое основное сомнение, да В том, что будет ли мне удобно вязать вот так Таким углом Я вот пока, знаете Пока держу их в руках Не могу понять Кстати, что-то, знаете Кончики как-то не очень обработаны Не очень хорошо Ну, посмотрим В общем-то, они разные Кажется Как-то сделаны И почему же я купила такие короткие спицы? Почему же я купила именно китайские спицы? Потому что я не уверена, что у меня вообще получится ими вязать И будет ли мне это удобно То есть, сейчас я попробую что-то на них связать И буду уже постепенно решать Нужно ли мне вообще вязать такими коротышками Конечно, уже, знаете По ощущениям, конечно, скользят они не как Ади, мои любимые И даже не как Чаагу Ну, посмотрим Вообще, много хорошего писали про китайские спицы Представляете 7 пар спиц круговых От 2 мм до 5 И все это стоит 300 рублей Ну, как можно не купить Хотя бы попробовать, да Я так решила Мне как раз одна из зрительниц Подписчица Виктория писала Что она покупала в Китае Я тоже решила купить Вот больше месяца они шли Я прям так их ждала-ждала Конечно, сейчас сезон уже основной кончается Но я все равно буду вязать Я думаю, что, конечно, я возьмусь и вяжу шапку Пока подумаю И, в общем, я очень рада Что у меня такая покупка состоялась Теперь что я буду с ними делать Это уже будет, видимо, в следующих выпусках Поэтому присоединяйтесь Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Я вам очень рада Я думаю, что вязанию можно научиться Поэтому обязательно приходите ко мне на канал Мы с вами будем вместе и вязать, и учиться И общаться У меня стримы проходят каждые две недели Поэтому, да, присоединяйтесь Субтитры сделал DimaTorzok